Поддержка сельского хозяйства, помощь малоимущим и развитие инфраструктуры на селе. Это главные статьи расходов бюджета в прошлом году. В законодательном собрании региона отчитываются перед жителями области, на что в 2015 году потратили бюджетные деньги. Светлана Свечкарева расскажет подробнее. В Большом зале законодательного собрания нет свободных мест. Здесь общественники, депутаты, министры пришли узнать, на что потрачены бюджетные деньги в 2015 году. Нам удалось полностью сформировать бюджет в тех параметрах, которых мы планировали. 125 миллиардов рублей по доходам и по расходам. Самое важное, что нам удалось сделать, это ликвидировать тот дефицит, который был на начале 2015 года. Он составлял 12 миллиардов рублей. На конец года мы практически вышли на бездефицитный бюджет. В ЗАГСобрании региона проходят публичные слушания об исполнении бюджета за 2015 год. Большая его часть ушла на социальную сферу. Льготы, пособия и лечение малоимущих, пенсионеров, инвалидов и многодетных южноуральцев. Также одними из главных статей расходов стали медицина и образование. Еще одна отрасль, в которую даже в непростых экономических условиях вкладывают деньги – сельское хозяйство. При этом, чем лучше работают фермеры, тем больше им помогают. Руководитель хозяйства Валерий Шалагин рассказывает, благодаря бюджетной поддержке смог увеличить молочное стадо и засеять еще больше земли. Мы сделали анализ, и в 2013 году субсидии непосредственно в нашем хозяйстве увеличатся до 90%. Это связано с увеличением продуктивности, урожайности, валового производства. Субсидии направляют в каждый район, не только для развития животноводства и увеличения площади посевов, но и чтобы жителям было комфортно. Тогда, уверен глава Увельского района Анатолий Литовченко, молодежь будет возвращаться в село. Программа улучшения уровня жизни, если говорить сельский район, это природный газ в каждую квартиру, это чистая вода в каждую квартиру, это в каждом селе теплая, горячая вода, это работа медицинских учреждений, это работа клубных учреждений, это жилье, в первую очередь, для молодой семьи. Сделать так много, рассказывают депутаты, удалось благодаря собранным налогам. Большую часть поступлений принесли металлурги, почти половину всех сборов. Выросли отчисления малого и среднего бизнесов. Светлана Свечкарева, Айдар Насыров, ОТВ.